Значит, у тебя море тоже будет из фантазии, из головы, да? Но мы не будем слишком уж в цветах с тобой. На вы возьмем старую смесь, это белила и ультрамарин. Очень просто и понятно. Смотри, красочка белая, красочка синяя. До такого сметанного состояния доведешь с помощью разбавителя. И залипишь холстик штрихом. Зачерпнул краски, поштриховал, успокоился. Опять замес. Так жирненько, да? Жирненько. Не сделай малокрасочный слой. Краски должно быть достаточно. У тебя линия горизонта будет находиться примерно по центру. Касание моря к воде. Вот здесь. Вода? Вот так. Здесь будет уже небо. Касание неба к воде сделаешь несколько светлее. Хорошо? Немножечко. Вот так. Здесь, возможно, появятся какие-то горочки, которые ты сфантазируешь. Здесь у нас будет волна на первом плане. Подходит тебе такая? Да. Здесь змейка воды. В общем, все крайне просто и понятно. Песочек. Песочек или галечка, посмотрим. Что лучше подойдет. А сейчас тебе все это, все это, все это необходимо сделать вот так. Обнотонно. Чтобы белизна холста тебе не мешала видеть и понимать свет. То есть сопротивление с белым холстом, допустим, тот же голубенький, смотрится сильно темно. Понимаешь? Избавься от белизны, заодно и холст будет влажный, удобный для возделывания. Давай. Ну и хорошо. Смотри, даже мы с тобой без тряпки обошлись. Все ровненько. Облачка, я еще хочу облачка. Конечно, облачка. Вот сейчас самое время. Значит, есть несколько вариантов подхода к облакам. Заранее определить для себя и сочек света. Свет светит справа или слева. Откуда? Сюда. Нет? Слева. 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 Правильно? Давай. Слева. Значит, возьмешь мастихин и со световой стороны, слева точнее, направо можно вот таких штучек позаложить. Затем их попридавить. Нижнюю растерить. То есть уже будет что-то облачное. Второй вариант. Ты можешь взять кисть на ребро краски и поштриховать облаками. Видишь, кисть не так ядерно сразу работает, но тоже с расходом мутная в нижнюю часть. Третий вариант. Ты можешь взять палец свой, ну который у тебя все время с тобой, и пальцем сработать. То есть как ни крути, у тебя должно получаться облако. Попробуешь эти три варианта, можешь даже в этом участке попробовать. А потом пойдем на чистовую в небо. Хорошо. Слушай, ну прям уже картину. Я говорю, здесь куда макушки горы. Самолет. Самолет, самолет. Ну дай-ка я зайду. Ну будем продолжать перелично или вот это уже оставьте? Ну как-то волшку-то... Смотри, тренировалась, тренировалась и создала небо сверху. Это отражение, такая гладенькая, не трудно-то, а вот ты... Да-да-да, летишь, я и говорю, вот такое ощущение. Над облаками, да? Ну он тренировалась? Ну вроде не, не знаю. Поняла или не поняла? Да вроде поняла. По результатам поняла. Да? Да. Просто со стороны оно смотрится, конечно, красивее. Тебе самой кажется, что некрасиво. На самом деле очень даже прилично. Особенно если для новичка. Давай пока краска в небе не встала, не засохла, ты создашь облако какое-нибудь свое. Я рекомендую вот где-то в этом участке. И низколежащее. То есть вот прям с горизонтальной метой? Да-да-да. Где-то оно так выйдет, полосочку. У нас там есть фотографии с облаками. Ты можешь взять прям чью-то фотографию и попробовать сюда полепить. А если сфантазируешь, то вообще хорошо. Море, море, небо, небо. Но вот эти твои тренировочные облачочки я предлагаю все-таки кисточкой посчеркивать. Я говорю, что что с ними делать? Ты видишь, как хорошо работать в одном цвете? Как можно фантазировать, убирать, добавлять? Ну да. Прямо аж уго-го. Угу. Я здесь. Здесь? Не уходи далеко, смотри. Не, 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 смотри. Снял. Тарапал. Угу. Помнишь, какую синюю мы использовали? Помню. Какую. Ультрамарин. Молодец. Теперь этим ультрамарином. Можешь тряпкой. Но у тебя хорошо складывается с кистью. Поэтому давай кистью. Дорожкой. Так понаштриховать горочек своих. Ага. Никакую картинку мы же не используем. Какую-то гору, помнишь, всплывают у тебя в фантазии? Я на левую, это самое, была на юге-то в пять лет последний раз. А, ну, должна сплыть. Здесь у нас гор таких нет. Но твоя мысленная гора должна сложиться. Значит, единственное, что прошу тебя от воды пойти. То есть не от линий, а от воды. К очертанию. Хорошо? Ага. Давай. Ну, хорошо. Ну, здесь вот что-то спереди хочется мне уже это. Погоди, давай с дальнего плана. Ну. Гора. Дальше что идет? Все время горы. Вот сюда тоже гора. Ну, после вот было небо, потом гора. Потом волна. Да. Потом ближняя. И сразу еще волна. Сначала она наша. Давай основная. Ты гору сейчас вот так поставишь и не поймешь, где у тебя волна. Давай смелее. Все-таки мы должны... Ну, там вот облака ничего, можно же, да? Можно, можно. Чуть-чуть бирюзы. Ой, тоже утерморит. Без других цветов. А потом она станет бирюзовой. Поштриховала как пятно, как колбасу. А вот здесь вот не надо... Подожди, подожди, слушай. Слушай. Слушай меня внимательно. А здесь, а там, а тут. Поштриховала, как техно. Я тебе рассказываю, а ты меня своими перебиваешь. Колбасу наштриховала. Задала направление. То есть я как бы метнул краску. Причем я не мастихином. Если бы у нас была фотография, с которой мы передираем, да? Мы бы сразу сработали, а сейчас мы в поиске. Почему? Не понравилась мне эта волна. Хочу я ее сделать меньше. Пожалуйста. Белила. Столову. Мастихином ты навалишь краску. А ты еще не знаешь, что рисовать. Ты не знаешь, где у тебя главный герой волна, а уже хочешь гору. Понятное дело, что лодочка, мастихин, да? Но в этом случае, в этом случае, давай так. В других, да, там и мастихин, и все прилегающие. Дальше. Обозначь для себя берег. Берег будет темней, чем пена. Навалил краски. Можешь даже вертикально. Показать, что будет здесь отражение чего-то. И вот тут самое время твоей горы. Ближе, темнее. Допустим, могла бы разбиться пена здесь. Немножко это обозначило. Допустим, это не одна волна, а две. Это что? Ну, в гору-то горечневый. Какой коречневый? Только ультрамарин. Да. Ты не понимаешь, наверное, да? Я скажу, когда коречневый. Поищи рисуночек. Пожалуйста. Сейчас мы ведем другие цвета, уже ничего не исправишь. Смотри. Здесь, к примеру, мог бы быть заворот волны. Вот этот пенистый на мах, да? Вот так. Здесь, к примеру, должно быть посветление. Может, еще какой-то камешек поставим. Мы посмотрим в дальнейшем. Когда будешь уверен, что похоже, в таком черно-белом, только вместо черного-синий, пойдем цветом на храпом, мастихином, лодочками, густотой краски. А сейчас поищи. Сказал бедняк. Ну, слишком она... А, здесь еще пена будет, да? Да. То есть ты от моего варианта не отошла. Ну, ладно, может быть, это будет. Нет, почему? А, это одна. Она была более широкая, и вот она сюда больше уходила. А я ее чуть-чуть откатила. Молодец. Все, я понял. Значит, белым покажешь, где пена. То есть конкретизируешь, пока ее не сильно заметно. Это камень, насколько я понимаю. Да. Также покажешь где-то грань его, чтобы не просто... Или там была бы пенка. На него накатывающаяся. Ты знаешь, еще когда на море такие бывают моменты, одна волна ударилась от берег, раскатилась. Эта вода, которая была в воде, в волне, она пошла назад. А здесь, наоборот, идет вперед с морем. И у них происходит такое столкновение. Обычно где-то в этом месте. То есть это не волна, это должна понимать природу. Это столкновение двух вод. Ферфер, да. Сюда направление, а туда вот так. Когда ты будешь понимать природу вещей, ты их будешь на раз-два изображать. Ну, предварительно, конечно, с этим мы должны разобраться. Сейчас покажи, где пена, чтобы я видел. Где у тебя берег. Допустим, вот здесь еще чуть-чуть. Склон больше. Не вот так, а еще чуть-чуть. Да. Ну, параллельно ей. А то ты ее ущемляешь. Слишком здесь мало. Вот. Может, здесь еще какой-то камушек станет. А так хорошо идем. Вот когда слушаешься, очень все. Обогателкой обогатим. Значит, обогателка у тебя будет бирюзовая. Сюда будешь вот так гонять красочку. Чуть-чуть с разбавителем намешаешь. Буквально чуть-чуть. Чтоб легче было тебе растаскивать. Набьешь сюда бирюзы. Также и здесь, и здесь, и здесь. Также эта бирюза прозвучит вот тут чуть-чуть. Маловато краски. Почему-то не знаю у тебя здесь. Будешь добавлять еще белила. Вот такое делай. Небрежно. Не вырисовывай. Ты пришла создать свою авторскую картину. Без всякой фотографии. Поэтому давай то, что тебе в голове пришло, то передай. А я уже помогу тебе сформулировать, убедить. Фотографично сделай. Значит, плюс бирюза. Белила ультрамарин был. Я тебе не разрешал ничего вводить, а теперь еще и бирюзы давай. Не желтого, не коричневого, только бирюза. Запомнила? Молодец. Ввела бирюзу, уже сформировалось нечто. Наметила пеночку тоже, красиво. Здесь только я не поняла, что у меня, куда она пошла. Смотри, вот здесь я задам не более ровное, как у тебя получилось, а еще и с закоречкой. Вот так. Возьмешь коричневый бирюзовый, плюс голубую. Залепишь сюда темненький. Ну, ты поняла юмор? Ага. То есть поиск состоялся. Добавим цвета. Тоже с этим движением. Вот возьми крупным планом. Вот так. Качелькой. Не спеши с одного раза все это дело сделать технично и правильно. Может быть еще сюда цветика бирюзового не хватает. Слишком сразу белое. И сюда вот так. То есть краски должно быть достаточно для того, чтобы формировалось. Здесь уже как бы мы в полную меру с краской будем общаться. Если раньше мы тонкослоили, растирали, да, это только лишь для того, чтобы иметь возможность исправлять. Теперь, поскольку мы уже в курсе, где чего, можем себе позволить начисто сработать. Смотри. И еще и общер. Вот так. Плюс чуть-чуть желтого. Тоже с бирюзой. Просветик. Просветик. И так же вот с этим движением. Ну, поскольку ярко света такого нету, не настолько он будет прозрачнее. Насколько хотелось бы, да? Значит, добавим вот сюда кинематика. И вот сюда. Можешь пальцем залезть. Сформируй здесь что-то тоже волнистое. Обязательно. В ФЦ туда можно дать? Желательно ультрамарин. Поскольку мы задали ход из ультрамарина, и ультрамарин будет везде. В ФЦ можно, но нежелательно. То есть ты должна понимать, ты должна понимать, что можно пойти через один основной цвет, голубой, либо ФЦ, либо ультрамарин. Ну, или там еще какие-то цветики. Но он должен быть основным. Тогда будет живописно. Как бы там такая ямочка небольшая. Я возле моря вырос и жил, поэтому я тебе компетентно могу сказать. Ну, я тоже вроде как возле моря живу, только она у нас другое. Вот там как бы на берегу, ровный-ровный берег, потом ямка и на углубление. И в шторм. Почему волна именно здесь собирается? Почему не здесь? Там идет резкий перепад дна. Поэтому волна там. Вот здесь белил не будет, там теневая. То есть ты наметила, сейчас уже рисую. Теневая это ультрамарин белила, плюс капелька розового, для того, чтобы задать такой фиолетоватый чуть-чуть. Белый в тени. Вот такого цвета. Покажи, пожалуйста, палитру. Задашь всю пену в такой тон. Заштрихуешь, заштрихуешь. Кое-где совершишь такое движение. Сначала бирюзовый. Собьешь в направлении ската волны. сверху положишь капелюшечку белил. Причем не просто положишь, а на ребро возьмешь краски. Сделаешь такую полосочку. Причем не на краю, а ближе сюда. и тоже ты ее чуть-чуть собьешь. Плюс можно еще и сверху чуть-чуть отрезать темнотой, чтобы было более внятно, более понятно. то есть волна не сразу пенится, а плюс еще какой-то ровный заворот. Вот он там будет проглядываться. Добавишь сюда пенки. в это место также. Ну и в конце белила капелька желтого. Это много. Смотри. Значит, это тебе будет база, откуда брать. Макнешь один разборитель. И вот так поначивакаешь тут чего-то пенного. пенного освещенного. Оставь вот здесь тень, пожалуйста. Поначивакал, поначивакал. Здесь также ты пойдешь сама. А затем еще и смоделируешь забором в тряпку краску. То есть сразу же не получится то, что нужно. А потом домоделировать милое дело. где-то может даже и открытые белила пойдут. Чуть очку. Ветерок куда дует? В эту сторону? больше вот таким движением. Давай сама попробуй. Много белил сходу. Белила все-таки конечная освещенная. Ты смотри, убрал белила, сразу естественнее пошла. Ладно. Вот здесь скрылась бирюза. в процессе того, как ты лепила пену, она просто смылась, да и ладно. Вот то, что пользуешься белым-желтым, это хорошо. царапочки верну обратно. Вот место хорошее, да? Такое морское. Так, чуть-чуть поспокойнее фактуру в воде. Все-таки она глянцевая, водянистая. еще навалю красочки розовато фейли палатовой от себя. Мне кажется, какие-то они диванами прям получаются. Диванами? Диванами. Нет, ну, дивана-диванами, а, море, но... Ну, хочешь больше, сюда откроем. Я даже не знаю, да. Мне тоже предполагаю. Всяком случае, попробовать мы можем. Правильно? Угу. Понравится, не понравится, это уже другое дело. Мы же все-таки без картинки фантазируем. Можем себе это позволить. Этот стакан носок мы... от себя. Ну, как ты считаешь? Почему бы ты по-моему, 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 больше воды и поинтереснее, да? Ну, да. они какие-то вот одинаковые. Смотри, почему еще диванами? Они имеют одинаковый угол. Если смотреть сбоку, то здесь будет вот такой угол, а этот повторять. Ну, надо было все-таки какую-то картиночку взять. Ну, потому что я первый раз, мне хочется все разобраться. Да-да-да. А мы, кстати, без картинки ты уже это лучше запомнишь. Может быть, да. Это тебе в голову как-то забьется. А если с картинки, может быть, и не так бы забилось. Вот сюда темноты так же. Смотри, как сразу белый день, светлый, солнечный. Хотя солнца нету. Ты не рисовала солнце? Ты вот этими движениями показываешь, что да, тут и солнышко. А ты работаешь, учителем? Я в детском саду работаю. Ты в детском саду? Ой. Все снимаешь? Потому что приходят валом и вот в углу солнца это рисуют. ну что ты его в угол поставил? Прям не могу. Ну, молодец. Хорошо, когда учитель. Учитель еще и сам учится. Вот я, хотя я даю уроки, да, но я тоже сам учусь. Постоянно МСБ работаю. если проследить мой этап жизненный, да, когда я пришел к педагогике, я тоже сначала не совсем все понимал. Сейчас постепенно открываются глаза. Так, тут главное не спешить. Ты видишь, я не тороплюсь, даю время мозгу поразмышлять над тем, что происходит. Вот сейчас, по-моему, мне что-то изнутри подсказывает, что здесь нужно еще потянуть. ты как считаешь? Ну да. Вот таким движением покажу, что там еще и волнушечка маленькая, темненькая. Очень часто встречаются вот такие места светлые. если свет оттуда в море. Нож чешется что-то. Блингам. Блингам, да. Или кладбивки. Поскольку не пью, значит блингам. Вот сюда еще. Ну, то есть полная макхональное разнообразие. Свобода действий. Ты должна была идти по такому же пути. Пробовать, смотреть, как, а не упереться лбу и плакать, что у меня не получается. Ну, плакала? Ну, это как расстроилось. Да. Ты видишь, все намного как бы прозаичнее, чем кажется. посветнее в том месте. Как бы свет оттуда. Мне кажется так. Еще вот можно пеночку здесь процветить. Хотя тоже прежде чем вот такое, вот такое. Может быть, оно и перекроется, но желательно понимать, что это закручивалось волны, превращающиеся в пену. Пониже, повыше, это дело другое. Ты сначала сделай как-нибудь. Так вот, я сделаю как-нибудь. Ерунда получилась. Нет, у тебя цвета вообще не было, у тебя краски не было. Смотри, все, что я делаю, это новое привнесенное. Даже я не имею права, нечем смоделировать. У тебя сухо. в смысле малокрасочность, такая сухотерка. Здесь есть еще самое интересное, что я, конечно, делал много морских пейзажей в жизни, но сейчас у меня нет никакой картинки перед глазами. То есть эта фантазия чисто интуитивно созданная. Еще здесь хочется чего-то. Вот такую загрученность тоже можно показать. Вот здесь пеночки. И смотри, я не активничаю в тонах. То есть все такое как бы обобщенное. видишь, волна не лезет своей яркостью к нам. Это фантазия. Должно быть такое все подразбеленное, подглушенное, только кое-где, а где синий откровенно. То только для того, чтобы белый зазвучал. Так. ну я думаю пора коричневину вводить. Ты так не думаешь? Ну да. Вот здесь еще пеночки. А на ней на самой ничего не будет? Будет позже. Да. Давай с основным хотя бы разберемся. Синий коричневый сюда загонишь. Может даже сначала пальцем. Я так думала. Видишь, ты все знаешь. Ты все знаешь. Ну и оставлю для тебя еще место. Пену уберешь, пока она нам мешает. Но то, что белое смешается с этим, это очень даже хорошо. Смотри. Ну да. Такой склон сформируешь. Брызги там потом еще и лягут световые какие-то удары. Сними это. Здесь будет посветлее. Не случилось вот тут. А я боялась тут это, потому что здесь же у нас же пена будет. А что под пеной? В смысле что под пеной? Ну откат то пошел. Ну и что под пеной там? Ты государственными словами не говори. Откат пошел. Под пеной? Угу. В смысле камней ты имеешь ввиду? Нет, нет. Ну вот как ты говорила. Вот она сюда пошла вода, а потом обратно вернулась. И тут встретилась и такая пшик мы говорили. Да, да, вот такой пшик заложишь. А, тоже голубенький напишем. Ну пойдем сними. А сверху белилась? А сверху белилась. Хотя бы такое. А, теперь я фиг отойду от тебя. Терпи. еще камень зацветнишь. Уже можно, уже разрешаю. Вот сюда. Я тебе царапаю, ты сделаешь писточкой мастихины. тоже там сначала серия не зна вот это. То есть пена как определение сначала что-то темное, а сверху уже тогда она у тебя будет объемной. ну и желтоватым тут слегка таким смотри как камера покажи повнимательнее например вот этот участок сначала должно быть по технологии так смотри вот такая ровность затем движение вот такого рода рваного непонятно пена уже похоже на пену правда но ты должна понимать что она лежит на откатывающейся воде значит что значит она плоская придавил можно еще повыгрызать там получается как дырочки такие вот так можешь даже не нравится поснимай еще придали и откровенно белым чуть с розовинкой погуще вот так еще снабдишь гребешочками затем еще и может быть тень толщины этой пенны она небольшая но важна 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 можно подгрызть пока еще да да ты сейчас не только подгрызешь ты сейчас сама все сделаешь вот желтезны чуть-чуть переборщила и знаешь что еще можно попробовать иногда вот под этой пеной случается такое дело желтый красный коричневый может даже просвет просвет этого песка сквозь воду то есть ты пошла туда желтым чисто интуитивно ты понимаешь что там слишком бело и правильно я сейчас сделаю что-то среднее между бирюзой цветом воды собственно и берегом здесь пальцем вот такую грязь на виду тоже это направление которое мы с тобой говорили попробуй заложить сейчас ты знаешь вот оно есть в ту меру которую нужно там дальше потише поспокойнее пена хорошо гора а еще и пена на нее завалилась сейчас давай почнем с дальнего плана эту пропись допустим камень допустим на него пена небрежненько тебе останется смоделировать как бы нарисовать берегу поддави пожалуйста так еще вот здесь чего-то темноватого не хватает камень это не только полосочки а еще и острые такие очень хорошо у тебя цветово сложилось моделирователь не доделала чуть-чуть ну откуда тебе знать фотографии нет а сложно без фотки да сложно конечно потому что но интересно интересно вот так чего-то тут вот цветы понятно да а вот море дает себя без фотографий рисовать ну хотя бы примерно ну эти море я в первый раз да ну в смысле море вообще море в первый раз да море в первый раз да ладно я же пришла почему-то я еще ни разу не рисовала море мне хотелось разобраться чего-то обалдеть а мы тебе тут сразу такую задачу поставили ну надо же вот это змеевидное такую змейку хотя змейку мне лично проще вот по такой траектории тяжелее ну да я тоже кстати вот обратила праворуким людям что мне что-то праворуким людям как-то сложновато просвет песочка да есть есть вот я его и хотела только он у меня что-то с зеленцой конечно получил зато когда ты фотку возьмешь уже и скажешь фону не так нет ну ты понимала сегодня многое я думаю усвоила для себя ну да ну прям вот берег бережной он не настоящий он не живописный он не это самое но он приятный иногда приятное важнее чем живописное может где-нибудь такое есть нет 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 но зато у тебя есть в голове такое и ты приходишь и говоришь а у меня в голове вот такое а у вас такого нет понимаешь отключите левка да нет ты же не черное сделала ты сделала цветное такой полупрозрачный силуэт камня под водой и он перекрыт перекрыт чем-то пензем накатилась дальше вот здесь еще пеночка тоже и сюда пенка как бы накатывается накатывается но вот я забыл что она в тени что она синенькая видишь сразу не по себе это стало вот так ну вроде бы она может быть даже по сухому или не по сухому лучше по сухому взять потоньше кисточку они против света будут темными вот здесь синенькими а там где уже постепенно ну ты же шаришь ну поняла да почему я рекомендую по сухому пену на самой волне бирюза не вмешивается и они чистоцветные вот этому лучше оставь на тем более работа эта плевая и ты даже если не попало не получилось можно всегда стереть тряпочкой и попробовать еще раз то есть дребеди так еще поверх вот этих пеночек ты сейчас больше сделаешь оставь кое-где этот желтый ладно да 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 хорошо здесь я тебе пену еще подсвечу побелее вот такая добродушная картинка получилась чуть активнее все таки вот здесь горочка чтобы она явнее отделилась от дальней дальней у тебя идеально она у тебя вкуснятина и такие облака на нее знаешь знаешь это я могу это я могу это я горжусь нарисовав это внизу все облако ближе да ближе да а если еще синенькие в нем синенькие в нем Ой, оно. Немножко рубленых вот таких скал не хватает здесь. И чего-то освещено желто-красного. Ну, поскольку уже здесь свет появился аж вдоволь вот здесь, чуть-чуть. Вот. Не ярко, а так вот как-то. То есть каша краски, которая, в общем-то, создает иллюзию о какой-то горе, да? Это могла бы быть такая волна. То есть, допустим, здесь мог бы появиться еще один камень. Тоже освещенный слегка. И при этом бельями заброшенный. Так, вот это у тебя что? Гроба ФЦ? Опять не фаркайзм, доктор Мариточка. Саша, ты сейчас все нарисуешь назад. Как бы отрезая волну, задавая вот такую темноту туда, мы показываем ее мокрость. Ну, то, что это пена, а там вода. То есть, это что-то вздыбленное, взъерошенное. А вот здесь уже вода. Так, ну, давай сама расскажешь. Ой, вообще. Я очень сегодня довольная. Вот, я Морис у меня первый раз рисовала. Первый раз? Очень много поняла, да. Очень много. Вот. Я думаю, что я это уже не забуду. Особенно, когда без картинки. Вот. Ты, кстати, огласи, что мы не пользуемся картинкой. Да, картинкой не пользовались. Так, спасибо. Спасибо.